Четыре. Песочная доля мозга. Кто не записал дальше? Все, девочки, как в школе. Затылочная. Затылочная доля мозга. Шесть. Затылочная доля мозга. Семь. Лобная доля мозга. Это другая доля. Она будет повторяться. Эти точки повторяются. То есть это вы поймете потом. Восемь. Гипофиз. Девять. Охо. Орган равновесия. Номер десять. Глаз. Пишите, потому что это нет нигде. Это я вам сразу говорила. В скобочках. Яблоко, хрусталь, кроговица. То есть эта точка номер десять дает информацию об этом. Одиннадцать. Нос. В скобочках пишем. Лобные и гайморовые пазуси. Решетчатая кости. Клиновидная кости. Одиннадцатый. Нос. В скобочках. Лобные и гайморовые пазуси. Решетчатая кости. Клиновидная кости. Вот теперь вы должны понимать. Эта точка не только говорит о нас. А вы можете, если увидели изменения, спросить, а у вас не было травмы мозга, как у вас там с гайморовым и пазуси. То есть вот в этом кусочке у вас отражаются вот эти все травмы. Понятно, да? Если пошло, мы поняли. Пойдемте дальше. Рот. Двенадцать. Челюсти, зубы, глотка миндалины, слюнные железы. Вот о чем говорит эта точка. Рот. Челюсти, зубы, глотка миндалины, слюнные железы. Номер тринадцать. Щитовидная железа. Четырнадцать. Затылок. Задняя часть шеи. Пятнадцать. Плечи. Шестнадцать. Подмышечная впадина. В скобочках трапециевидная мышца. Семнадцать. Предплечи. Восемнадцать. Пищевод. В скобочках трахея в луке. Семнадцать. Девятнадцать. Легкое. В скобочках бронхи. Двадцать сердцем. Двадцать один. Белочковая железа. Двадцать два. В желудок. Поджелудочная железа. Двадцать три. Двадцать три. Поджелудочная железа. Двадцать четыре. Селень. Двадцать пять. Печень. Двадцать шесть. Двенадцатиперстная. Двадцать семь. Тонкая. Я веду кишечная. Двадцать восемь. Поперечная ободочная. Нисходящая толстая кишка. В скобочках. Поперечная ободочная. Двадцать девятый. Двадцать девятый. Двадцать девятый. Нисходящая толстая кишка. Тридцатый. Толстый кишечник. Сигмогидная кишка. Тридцать один. Толстая кишка. Тридцатый. Толстый кишечник. Сигмогидная кишка. Тридцать один. Толстая кишка. Тридцать два. Таз, ягодицы. 33. Нижняя часть живота, половые органы. В скобочках яичник, маточные трубы, маска. 34. В скобочках яичник, маточные трубы, маска. 34. Уретра. В скобочках пенис, простата. 35. Девочки, кто-нибудь скажите, что в простатах. Потеши, очень тяжело. 35. Кочка. 36. Мочеточник. 37. Мочевой кузырь. 38. Надпочечники. 35. Прочек. 36. Ситуация. 7. Мочевой кузырь. 38. Надпочечники. 37. Да? 38. Надпочечники. 39 – репродуктивные органы, 40 – позвоночник, 41 – бедра, 42 – стопы, 43 – колено, локоть, нога, предплечье. 43 – это колено, локоть, нога, предплечье. Все это есть на графике. Все эти органы, но я специально вам это дала для того, чтобы вы понимали, что такое 43 органы. Это очень все-таки много и важно. Теперь мы с вами рассмотрим, как лучше работать по системе. Вот представьте себе, вы сегодня все сделали графики, да? Мы все видели свою ауру, видели все. Вот. Я хочу вам открыть сейчас один из графиков. Последний у меня был. Можно еще раз. Вот. А, нет. Игорь, может, положите вот. Сейчас зафиксирую. Сейчас мы все аквасы и улыбнули. Нет, это все недостоверно, потому что нас очень много сейчас. Это просто для работы. Да, что мы все аквасы и улыбнули. Сейчас. У нас все аквасы. Все аквасы. Спасибо. Вот смотрите, по морю мы сейчас ничего не будем говорить. Мы сейчас как будем считывать систему. Вот смотрите, как я вам уже сказала, подготовить завтра к продуктам, которые характерны для шести систем. Давайте перечислим пором, какие системы мы озвучили. Желудочно-кишечный тракт, первая система, следующая система, сердечно-сосудистая. Давайте идти по порядку. И всегда, когда вы начинаете работать с клиентом, начинаете желудочно-кишечный тракт, затем сердечно-сосудистая система, следующая опорно-двигательная система, дальше мочевыделительная система, эндокринная система и половая, мочеполовая система. Как мы можем запомнить, сейчас я возвращусь к нашей презентации. Нет, я не возвращусь к ней, пока не закрою. Ладно, давайте я потом тогда не возвращусь. Вот смотрите, желудочно-кишечный тракт. Вот чтобы не запоминать эти цифры, точек, они у вас будут, я вам дам. Давайте посмотрим, что входит в желудочно-кишечный тракт. Первое, что? Пищевод, раз, желудок, поджелудочная, селезенка, печень, 12-перстная, полка, до прямой кишки. Согласны? Да. Это первая система. То есть это понимать надо. То есть вот это все и относится к желудочно-кишечному тракту. И если вы говорите с клиентом, вы сразу начинайте с этого. Потому что здесь наш иммунитет, наша усвояемость и все. А печень это наши вены, сосуды и пошло дальше. То есть это основа основ. Первая система. Наизусть завтра. Пошли дальше. Сердечно-сосудистая, диктуйте мне, что бы вы из этого сказали, сердечно-сосудистая. Вы учили продукты, вы знаете, вы анатолию в школе учили. Сердечно-сосудистая. Сосудая головная. Ну, заставьте, врачи, кто у нас, кто медицинский персонал. Сердце, сердце относится в сердечную сосудистую? Пишем, сердце, вот оно сердце. Дальше. Что сосуды представляют из себя? Мозг у нас же относится в сердечную сосудистую? Вот записывайте, вот все, что, вот верхняя часть. До гипофиза. До гипофиза. Сердечно-сосудистая система. Сердце легкое относится? Почему? Да. И пищевод относится? Конечно. Конечно. Это понятно? У меня вопрос. Но вы еще по номерам пройдете. У вас сейчас будет у меня слайд, я просто хочу убрать эту тему. Подождите, ребят, послушайте, вот просто послушайте меня, пожалуйста. Когда мы что-то начинаем рассказывать, нам это все понятно, и кажется, что можно проскочить дальше. Цепляйтесь за все, что вы не увидели, не уважили, не подможили. У нас сейчас есть время. Поэтому цепляйтесь. Я вот это не поняла. Цепляйтесь. Не верьте, пожалуйста, почему пищевод работают от себя. Насколько-нибудь больше. Ну, некоторые заболевания, связанные... Так и не вникайте. Нет, пусть они вникальт. Раз они вникальт. Почему пищевод? Потому что пищевод, как и сердце, надо вникать. Ну, потому что там бывают такие вещи, которые при репуте, например, могут поставить как более сердечные. Человек будет чувствовать. А это на самом деле же пищевод. Да и иногда эти репуты будут ваше. Я могу здесь и назвать... Вы можете это не писать. Для вас будет просто сердце и весь головной мозг. Не пишите, ради Бога. Иначе вы там запутаетесь. Там же еще есть такое понятие, как меридианы. И по меридианам оно там подойдет еще. И вообще не забывайте, что это все-таки энергетические дела. Они совсем просто вот туда-гуда. Хотя это важно, кто знает, как он начал работать. Но тем не менее. И ведь здесь есть какие-то вещи, которые не очень понятны. Это вы уже дальше потом поглубже посмотрите. Сейчас просто расцепляйтесь за то, что есть. И пишите вопросы, которые вам не понятны. И дальше уже будем эту кучу разгребать. Я просто хочу, чтобы вы сейчас цеплялись за все, что вам не понятно. Не видно. Идите. Скажите, я в страну посмотрю. Вот сейчас здесь возможность. У вас не должно остаться ни одного вопроса и сомнения в голове. Все сюда наваливайте. И все решайте. Вот это все. Мне важно. По системам расслабляйтесь, по картоточкам. И еще сюда. Я еще сюда поднесла стопы у Карины, которые попали к работе вен. И это все взаимосвязано. Но это я вам говорю. Если это уже, как бы сказать, это наработки, практически это наработки уже совершенно другого карта. Хотя бы основной детской части. А как только у вас появятся уже в процессе вопросы, наработки, как вы можете судить о венозной системе? Вот скажите мне, где вы увидите, как работают вены? Сердечно-сосубистая система. Значит, сюда мы включаем и стопы. Вот они, вены. Вот они, вены. Вы понимаете это? И там мы видим варикоз. Стопы, коленный варикоз. Это не только опорно-двигательная система будет. Поэтому, если сейчас мы будем это все разбирать, вы просто запутаетесь. Давайте проще. Сердце смотрим и головной мозг. Вены смотрим, на стопе под коленом. Все. Больше не вдаемся никуда. А потом, когда в процессе вы скажете, я сделала 100 определений, у меня возникли вопросы. Я скажу, хорошо, давайте разберусь. Понятно? Пойдемте дальше. Это еще раз. Это начинается с Вилочкой. Девочки, не тяжело. Давайте соберемся все. И продолжим. Значит, следующая система у нас опорно-двигательная система. Как вы сами думаете, как мы можем судить по опорно-двигательной системе? Заберленные, коленные, позвоночные. Молодцы, молодцы. Вот и давай. А можно, начиная с шеи пошла, шея, яблочная. Шея, позвоночные. Тазобедренные, таз, предплечья, подмышка, плечо. Все. Пойдемте дальше. Следующее. Эндопринная система. Что такое эндопринная система? Кто мне скажет? Щитовидная система. Нет, вообще, что это такое? Белизы. 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 Ну, нормальный пункт, на самом деле, просто простым языком. Что выходит сюда? Давайте поднимем. Щитовидная железа. Затем нижняя часть живота, половые органы и носочечники. Вот это вот все будет в этой системе. Это все очень просто. И когда, допустим, человек пришел и говорит, у меня что-то там гормоны, там кто-то, смотрите вот на этот столбик. Понятно? То есть любая точка, если, допустим, какая-то точка дает, высокий там ленинский уровень, все остальные в этой системе тоже будут говорить. А потом можно будет тут же рассмотреть гипофиз, почему она повышена. Гипофиз нам дает возможность смотреть германальный обмен. Ну, это я говорю, это уже, это надо в работе. Давай сделаем пока так. Следующая, какая там система у нас? Больше удивительная. Очень удивительная система. Ну, это уж просто, но вы называете мне быстренько. Почки, мочеточники, мочевой кузырь. Причем здесь на почечнике? Почечники, да? Не, не надо. Не надо. Возьмите вот эти три органа. Больше не берите. Все. А там три. И у нас репродуктивные органы. Это нижняя часть живота, половые органы, органы размножения. И еще. Когда вы будете разговаривать с проблемами мужчин, допустим, как это, обязательно смотрите прямую кишку, мочевой кузырь, мочевую кузырь, мочевую кузырь, мочевую кузырь. Ну, а теперь давайте запишем вот так точки, которые именно даны на все системы. Тишат, 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 тишат. Тишат, 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 тишат. Левочки пишем, давайте. Запишите это себе. Но это точки именно, я вам показала, как они выглядят на графике. Легко запомнить. Вот так это очень сложно запомнить. А вот когда вы график видите, желудочная кишечная, он пошел в желудочную кишечную, вам будет очень просто. Записали? Нет, нет, нет. Остановились. А вообще я хочу сказать, вот, ну, это мы с вами разберем в воскресенье. Что бы вы не делали, как вы сделали руку, все начинается с разговора с желудочно-кишечной утракцией. Запомните, что остается в желудочную кишечную. Это основа, ну, приплин, идет уже сердечно-сосудистое, опомнил двигатель. Ну, и вот тут уже пошли с такой недельного источка. Записали. Пойдемте дальше. Вопросы? Да. Можно ли вместо геля внести на ладошки и фирменное масло? Можно ли вместо геля и фирменное масло внести? Нет, и фирменное масло это совершенно другие показатели. Это эффектное масло мы можем нанести, если мы, допустим, хотим узнать, как это масло будет влиять на работу лодона. Тогда мы наносим на ладошку и смотрим влияние этого масла на ладошку. Серый столкнут на ладошку, что это значит? Серый не хватает времени. Мы используем лемешков на руку, расскажем. Что? Лемешки на руку, расскажем. Лемешки на руку? В комплекте. В комплекте это дается для того, чтобы проверить, как работает препарат на данный образ. Сказать. Нет, сегодня нет. Это в принципе не входит в процесс обучения. Почему? Потому что это, как сказать, это чисто индивидуально и это совершенно, это очень просто. Просто кладется препарат на руку, одевается и смотрится, с какой энергией работает он. Допустим, ультразащита печени. Если уровень энергии был повышен, мы кладем в препарат ультразащиты печени и уровень энергии падает, значит, этот препарат подходит. Вот таким образом работает он. Еще? Спасибо. Даже как-то таблетки из аптеки принесли. А пролейте. Ой, она плохой. Ну, зачем лазили, Ромка? Вот смотрите. Желудочно-кишечный тракт. Вот абсолютно все написано. Слюны, желудки, лезут, полуферта, пищевод, желудок, печень, желчный пузырь, тонко-кишка, поджелудочный пузырь и так далее. Это наш желудочно-кишечный тракт. Такие продукты четко, это вот просто основа основ, которая поможет при решении данной проблемы. Только вы смотрите и разговариваете с человеком, что же им надо. Но вот это знать надо все наизусть, просто, чтобы сказали, у меня больной желудочно-кишечный. Единственное, там нюансы. Если желудок больной, маркишок не назначаем, назначаем это здоровье. Если у человека, допустим, высокое давление, вместо приема семьяного назначаем календовую. Но это основа основ. Даже зная вот это, вы поможете человеку. Понимаете? И завтра вы мне расскажете, почему каждый продукт так работает. Вот по вот этим вопросам. Пожалуйста, подготовьтесь. Потому что, чтобы мы... Ну, знаете, вот там на старт, чтобы мы не делали работу. Они смогут. Они откроют, у Забого. Они откроют. Они не откроют, как обычный. Нам надо, чтобы они ничего не подлагали. Справа. Пусть откроют. Пусть откроют. Пусть откроют. Дело в том, что, если я сейчас начну отвечать на эти вопросы, не факт, что это не устроит. Да ладно, устроит. Ну, понятно дело. Устроит. Да, не устроит. Девочки, самое главное, понимаете, это вам нужно. Нет, я открою. И поймите, вам нравится. И назначить клиенту не то, а потом это... Поэтому, если, допустим, что-то нужно, нужно знать хорошо. И знать, понимаете, что бы я ни сказала, про старушек селемарин, в какой работе, читайте. Почему селемарин? Почему артишок там цинализирал? Циналин, извините. Циналин. Циналин очищает, а селемарин восстанавливает. Хотя бы вот эти элементарные вещи. Метеорин. Просто назовите мне состав. Какие травки туда входят? Ну, это почитать надо. И я вас прошу открыть справочники и коротко для себя почитать. Я коротко вам скажу, расскажу. Но ваша задача – почитать. Именно что это такое. Там еще, знаете, какая вещь интересная? Ты дочитаешь что-то для себя, как ли он, что-то царяешь. Конечно, конечно. Знаете, как мы, когда пришли новые масса, у нас было там несколько мастеров. Лимон, апельсель, чайное дерево, эхалиф, лаванда, мята. Ну, наверное. Что-то знали про школу. Приходите еще восемь. Везде. Антикоптерицидная, антикоптерицидная, антикоптерицидная. Я думаю, ну все, браво, я бы Николаю Альбеевичу, ваш бог. И я говорю, слушай, я ничего не понимаю больше. Ну, как это, ну, тут все было непонятно. Нафига вот это, нафига вот это. Он опять начинает говорить, и опять эту кучу. Я говорю, нет. Тогда сиди и слезай. Я заждусь на его лекцию. Расслабляюсь. И думаю, сейчас я буду записывать тофио, никогда не слышу. Базелит. Начинает дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. И только я стою справа. Десять раз усиливает действие антибиотика. То есть, если как бы на начальном этапе, можно было бы думать, уах, больше я ничего не писала. Фенхель, желудочно-кишечный тракт, но я говорила, фенхель-дмин, фенхель-джентльмен, мин-санфель. И желудочно-кишечный, что нужно? Все. И вот, когда вы читаете, вы тоже можете вытепить то, что будете очень вкусно рассказывать, а дальше он потом сам рассказывает. Ну, нам же экзамен надо знать, я звон вам заеду. Можно дальше? Да. Сердечно-сосудистая система. Какие препараты входят сюда? Это тоже именно все. Это основа. А ваша задача из этого спектра выбрать человеку то, что необходимо. И знать, для чего необходимо. А это учитывая ген-калин, ген-габриома, мозговое правообращение, панк. Я почему нехороший плюс? Хорошо. Дальше. Дальше. Омега-3 жирная кислота, витал-плюс. Сейчас у нас есть омега-стрелем. Чем отличается омега-стрелем от витал-плюс? Что мне сказали? Омега-3 жирная кислота, витал-плюс, конечно, он очень хорошо и для деток. Очень мягкий он такой, но для кожи. Аглиокрасия. Аглиокрасия. Давайте пройдем. Аглиокрасия. Что это такое? Боняшник чеснок, правильно? Сердце. Да, это капиллярный травошок. Все. Апонский каштан. Боняшник чеснок, витал-плюс, витал-плюс, витал-плюс. Здесь еще нет масла и ламбы, и ламбы. Запишите себе, масло и ламбы прекрасно работает при снижении артериального давления. Масла мяты здесь нет. То есть вы можете, мы просто презентацию сделали давно, и естественно, донести надо, конечно, коррективы, но здесь дело в том, что помнить надо. Девочки, я прошу потише, пожалуйста, я вам включу на все это. Смотрите, масло, мято – это сердце на сахар при сердцебедении. Это прям первое. Мято, милиция. То есть надо вот эти вещи такие быстро запоминать. Масло и лимон чистят сосуды, восстанавливают цветки печени. Масло и лимон снижают артериальное давление, антидепрессанты. Крем-вены – это вообще добавить туда лимон, если это вообще очень, не хочу сказать, песен. Это целая симфония. Это симфония. Вот. Поэтому. Но! Когда вас спросят, слушай, у меня чувство давления тоже. Вот, в линкаринге толкнулся в лякаре. Все. И человек скажет, спасибо большое, мне это помогает. Понятно? Даже вот просто вот хотя бы знать область применения вот этих слепаразов. Пойдемте дальше. Опорно-двигательная система. Здесь, конечно, посмотрите внимательно. Это сложная система. И она очень сильно зависит от работы печени и желудочно-пишечного вакса. Это почему поставлено на первом месте. Если печень не в порядке, она плохо в льду, и все вещества окладываются в слабых местах. Слабые, допустим, места. И тогда получается образовываются отроды, отреты всевозможные и так далее. Спасибо. Вот. Поэтому, когда вы смотрите, и человек приходит к вам на вот эти вот схемы у себя в голове. Вы держите, посмотрите сначала в его желудочно-кишечный тракт. Посмотрите, какой у него гормональный фон. А гормональный фон... Пожалуйста, мы по какому графику будем судить? Только что говорили. Гипофиз, щитовидная, поджелудочная, баланс гормонального фона. И вот в гипофизе вы увидите, вы спросите, в климактерическом синдроме дамы или мужчина в климактерическом. Не забывайте, у них тоже климаксы. Но они по-другому называются. Поэтому тоже смотрите, им тоже нужны гормоны. Но у них, как, вот представьте себе, почему у мужчин, почему у мужчин практически нет перелома шеи у тебя. А две женщины решают. Вы задумывались на эту тему? Да. А почему, могу вам сказать. После 45-ти, что мужчины, что женщины меняют. Мы рождаемся вообще в январе. У нас и мужской начало, и женская начало. Поэтому... Спасибо. Поэтому после 45-ти начинают у женщины бывать эстрогеновые вятки. А у мужчин он не растает. У мужчин появляется... Обратите внимание на мужчин после 60-ти. Их грудь появляется. Очень увеличивается размером. Копы увеличиваются. Обратите просто внимание. Вот пойдете, когда домой, там, просто по улице посмотрите. Женщины в это время лысые, тусы нарастают, тестостерон нарастает. И в результате, что у мужчин перелома шеи и бедро нет, у них эстрогенов появляется. Которые держат, они вырабатывают, то есть помогают и все. А у женщин, извините меня, идет вот такая вот ерунда. Поэтому очень вот этот баланс важен. Очень важен баланс. И поэтому обязательно смотрите внимательно на с вами клиента. Обращайте внимание на руки, на ноги, на язык, на глаза. То есть даже внешний вид человека вам очень обманутый расст. Понимаете? Особенно если женщина пришла, у нее волосы были раньше густые, вдруг они стали на него выпадать. А ей уже лет 50. Вы сами же можете сказать, что это не шампунь. Меглиарин назначить. Да, он поможет, но тут надо, извините, фито-сорок пить. Фито-сорок или из-за плавой соль. И дальше рассматривать все. Поэтому понятно, что баланс гормонального соль очень сильно влияет на кожу системы. Дальше. Водный режим. Если человек не пьет воду, как может образовываться вот эта смазка, которая нужна между костями? Она... Все. Потом стирание. Пошло и дисков, стирание всего. И в результате мы получаем различные все нехорошие вещи. Поэтому пить воду. Но воду вы увидите, вы уже понимаете. Вы на ауре увидите. Вот и человек. Понятно? И продукты. Вот эти продукты. Я вас завтра, конечно, хочу с вами на эту тему поговорить. Ваша задача. Чем отличаются глюкоконы? Сколько здесь? Именно. Вы просто мне скажете, чем они отличаются? Одним словом. Там то-то, здесь то-то. Витал плюс, вы уже знаете, омега, прижимники. Гранат. Для чего? Гранат нужен в охотно-битофильмах. А вы нам сейчас не рассказываете? А отходу ж мы узнаем. Вы должны знать, что 20 лет в компании. Все. Вопрос исчерпан. У вас это даже... Кто девочки здесь давно даже разговаривать на эту тему? Мы не будем. Вы что, ребят? 20 лет в компании и не знать, для чего нужно это. Смотрите. Гранат. Гранат появился недавно. Для чего гранат нужен? Антиоксидант. Там омега-5. Антиоксидант мощнейший. Так, еще что там? Противоопорно-двигательная система. Омега-5. А еще подумайте, что входит в гранат, что влияет на опорно-двигательную систему. Фитогормону. Фитогормону. Снимайте. Это очень важно. Фитогормон? Правильно сказать? Виво-К2. Что такое Виво-К2? Это К2 и К3. Да? К2 доставляет кальций из еды к тому органу, который тревогает альци. Все. Больше ничего не надо. Это понятно, понятно. Поэтому вот эти вещи, почему, когда вы будете говорить с клиентом, то же самое. Пожалуйста, вы ему говорите, тебе надо пропить гранат. Объясните, почему. А не просто тебе гранат иди купи. Все. Самое главное, почему. Почему он будет работать? И еще сказать ему, через три недельки, прохож, приходи. Я тебя посмотрю, изменилась ли ситуация. Изменились ли, ушли ли у тебя боли в суставах. Там, и позвоночники, ну и инфекторы. Да? Вопрос. Можно ли одновременно пить глюкофон и хорпоген? Конечно. Ну, нужно. Конечно. Конечно. А вот фитосоровый гранат. Задача в этом слайде для вас сейчас, на завтра. Мы же пробежимся завтра с утра по ним. Чем отличается глюкофон от хорпогена? И зачем масло лаванды нужно с устами? Это маленькие вопросики, которые... И как можно использовать лаванду вот в опорно-двигательном аппарате? Но здесь, конечно, сейчас у нас появился новый препарат, называется Blue Relief. Blue Relief – это масло, которое очень сильно работает на мышцах, работает на опорно-двигательной системе. Туда входит голубая пижма. Его можно использовать в чистом виде. Поэтому в данном случае добавьте обязательно этот продукт к этой системе. И гель ПЦ-28 здесь не написан, но тоже он должен здесь быть. Это в первую очередь. Идемте следующий слайде. Мочеводелительная система. Ну, здесь очень все просто. Вы мне сейчас сами все раскачиваете. Для чего нужен цистемин? Противовоспалительная. Противовоспалительная. Молодец. Противовоспалительная. Кузина. Очищающая. Тоже противовоспалительная. Тоже снимающая отеки. И также очищает. Экстракт грейпфрута. Плангиоз. Противовоспалительная. Ну, это уже все вы знаете, да? Растительный антибиотик, который убивает всю инфекцию. Масло чайного дерева. Я надеюсь, вы знаете. Масло знали чайного дерева? Хорошо. Хорошо. Ну, и крем-тимьян, да? Улучшает кровоток, кровообращение. Снимает боль. То есть это крем-тимьян вообще он везде может быть использован. Все. Ну, 34-38-я точка. Ну, и репродуктивная система. Репродуктивная система обязательно должны рассматривать вместе с эндокринной системой. Смотреть уровень гормонов. Все, все, все смотреть. Из этого я хотела бы у вас спросить. Кто это? Молодость навсегда. Для чего нужно? И что входит? Правильно, я вот это пишу. Молодость навсегда. Молодость навсегда. Это продукт, как еще можно назвать? Масло. Энотеза. Масло и энотеза. Хорошо. Что же делает наша масло и энотеза? Вот если у вас, давайте такое примерство. Маленькая девочка, которой 13 лет. И вот у нее менструальный цикл. То есть, то нет. Что мы ему назначим? Конечно. Молодость навсегда. Правильно. Для чего? Для стабилизации. Для правильной работы. Вот эта вот система. А если женщина 70 лет, хочет помолодеть, мы ей назначим молодость навсегда? Нет. Нет. Правильно. Не назначим. Смотрите, не вздумайте. А то есть 55 лет, уже в менопаузе есть женщина. Приходит, а можно я по днему молодость навсегда? Нет, не надо. Нельзя просто заставлять, но там может привести потом к платим последствиям. Поэтому это тоже знаете, и это очень важно. А какие-то, не знаете, девочки? Продолжение не нужно. Да. Которое совершенно не нужно. По-моему, не нужно. Так. Девочки. Эндокринную систему рассматриваем с вами. Изотлобом все. И тишина. Он просто создает баланс гормонов в организме. Если у женщины мало гормонов, он делает больше. Если у нее много гормонов, он уменьшает. Фито-40 тоже так же работает. Молодость навсегда разовывает. Сироп черники. Витамины, витамины, микроэлементы очень много. Омеги обязательно нужны в данном случае. И нигину, масло черного тмена. О всех болезнях, кроме смерти. Говорил о лицах. Если запомните, правда. Она везде лестнице. Уже, как говорится, все знают. Но нигину я вообще бы рекомендовала при любом заболевании. Потому что они очень хорошие, серьезные заболевания. Но как часто, как я с вами пить? Нигину на долгое время? Можно на долгое время? Какого года? Конечно. Вы можете как? Попить нигину в пете месяц? Ну, недельки две. Чтобы организм тоже сам начал вырабатывать. Что-нибудь, понимаете? Вот когда вы пьете какие-то препараты, постарайтесь все-таки давать организму немножечко от него отдыхать. Да, он не отдыхает. Что? Лимфостаз. Лимфостаз. Лимфостаз это, как сказать? Лимфостаз это очень сложная система. И здесь нужно, конечно, разговаривать с врачом. Знаете, у тебя пила бюзино в начале этого получения. А почему ты знаешь, что бы влияло? Но у меня антипродукты, которые раньше много-много лет были, я как-то, наверное, как-то все. У меня много дуриц. Я не знаю, что делать. Здесь очень хорошо работает бюзино и бюзина. Вместе с нами. Просто я тогда не пила. Здесь, понимаете, я хотела бы сказать, что настолько индивидуальны мы все. Нас создали все правду. Если, допустим, вам это помогает, кому-то может не помочь. Но смысл продукта вебосан в том, что посмотрите основу продукта и как он влияет. Если вы четко будете различать эту основу и знать, как она повлияет, вам легко будет. Вы предлагаете человеку, зная на графике, видите, что у него. Понимаете, он перед вами как открытая книга. Я, например, много у меня просто наблюдаются. Ну, приходи просто. Приходи, посмотри меня, пожалуйста. Я уже знаю четко, что вы ему так знаете. Плохо, плохо, плохо. Как и у вас. Здесь, вы понимаете, это ваш выбор будет, и человек надеется на это. И как только вы ему поможете, как мы вначале говорили в презентации, получит он результат, он будет с вами всегда. А результат можно получить только благодаря правильному назначению, правильному разговору и правильным вопросам, которые вы будете ему задавать. Понятно? Поэтому, почему знание продукта, почему я вас попрошу по вот этим вот шести схемам, это немножко посмотреть в учебнике к завтрашнему дню, вот именно для себя особенности, вот именно, вот что вы прочтете. Там немного написано в справочнике, но вы выберите то, что вам. Да. У каждого из вас будет что-то разное. И мы с вами говорим, это будет очень интересно. Я скажу, не виноват, вы скажете, это вот это, вот это, там, кто-то. И получится вот такая красивая-красивая у нас сборная этого продукта. Ну, наверное, так же. Предисловие. Предисловие, это говорит о том, что мы должны спросить у клиента, да, оценка его состояния. То, что мы говорили об анкетах, перенесенные заболевания, и так далее, жалобы, причины обращения, общий характер, изменения энергии по отдельным меридианам. Ну, меридианы, это, в принципе, мы просто сложная система. Считайте, вот шесть систем, это как бы меридианы наши. Но вообще меридианы – это другое. Это целое учение, когда вы рядом это сделаете, постольный лопатит. Мы проведем еще учение по меридианам. Ну, может, прямой эфир как-нибудь по меридианам сделаем. Ну, это очень интересно, но надо готовиться. И здесь, конечно, другое абсолютно направление. Здесь пока мы равны еще. И назначение. Вот смотрите, как мы делаем назначение. Определение главной проблемы. То есть на первое место, что вы выводите. Если у него ЖКТ нормальный, все нормально. А только там мочи половая системы. Естественно, он говорит тем, кому-то. А если вот смотрите, у него варикоз и ЖКТ никакой. Там печенка уже вышла за пределы. Допустим, у вас. Конечно, печень. Печень, каштан добавить, ноги помадать. То есть это у вас, в принципе, у вас будет вот этот вот листок с вас спросами и с назначением. Ну, как я говорю, это большая партянка, которую разобраться там очень много всего дома. Я никогда сюда не смотрю, потому что я уже, ну, как-то ориентированно очень хорошо. Дальше. Этапность дальнейших назначений и уточения его важности и продолжительности. То есть вы с ним уже гарантированно создаете карту здоровья, личную карту здоровья и назначаете, что ты вот это. Например, у меня такая ситуация складывается, что, Лид, ну мне он говорит всего две тысячи. Ну, что я могу купить? Вот представьте себе, я тогда рекомендую лимончик, там апельсинчик. То есть вы тут уже должны спросить его финансовые возможности. Если у него нормально он говорит, тогда вы назначаете как положено. Он тоже соизмеряет, а не так, как мы напишем, 15 тысяч. Ну, конечно, он уйдет от нас и не придет. Вы просто спокойно поговорите, какие у тебя на сегодняшний день финансовые возможности. Сколько ты можешь на тебя потратить? Я так задаю вопрос, честно, я не знаю. Кто говорит две, ну, меньше, как-то не говорят, тысячу уже сейчас не говорят. Вот две, там три, до пяти. Иди тогда потихонечку, ну, очень хорошо, значит, вот эти два препарата и он, потом ты добавляешь вот этот, потом и так далее. Понятно, вот это обязательно. Это очень важно. Совместимость назначения с учетом других заболеваний. Что я хочу сказать? Что наши продукты, они усиливают действие лекарств. Они все совместимы. Это уже, я не знаю, что может человек понимать, чтобы наш продукт был не совместен. И мы уж не назначаем такие критические дозировки, но, наоборот, помогаем всасыванию этого лекарства. Еще тут я хотела бы с вами поговорить. Вот смотрите, почему назначаются дозы лекарств в гигантские дозы? Ну, все знают, да? Да, наоборот, все знают. Клетка, клетка. Вот мембрана клетки, например, мембрана клетки. Формула лекарства – это синтезированная искусственная формула. И так мы созданы, что наш организм насчитывает. Мы не знаем. И вот когда нам назначают дозы, мы пьем эти лошадиные дозы, чтобы для того, чтобы вот эта мембрана открылась у силок, себе, вот это незнакомого гостя. А когда она там считает, что… Понимаете, как устроен наш организм? А что касается продуктов левосан, суперконцентрационных, как экстрагенов у наших продуктов, шикарные. Все растительные продукты знакомы нашему клетку. Формула, мы же с химических соединений состоим. Клетка открывает свои ворота сразу. Почему мы говорим? 90% белосваянности нашего продукта. Вот в чем отличие. Поэтому, когда лекарства человек принимает, представьте, громадное количество, сажается печень. А посмотрели, сколько я раз как-то просто взяла, в аптеку зашла, от давления, да, посмотри, сабли. И когда мне дали аннотацию с двух сторон, это бумага, хоть обернуться можно было этой бумагой, и столько противопоказаний получит, вот, вы понимаете? Ну и я просто задумывался, потом вот это вот все, но это я давно знала, и вот это имейте в виду, потому что на самом деле это очень важно. Да, лекарства нужны, когда операции, когда какие-то серьезные и прочее, когда человеку уже необходимо, там, в аварии, ну, это буквы, лекарства нужны. Ну, извини, с ней головной боль снять, и печень поправить. Тут мы можем уже справиться с нашими продуктами. Но еще раз повторяю, все зависит от состояния самого органа. И у нас еще с вами использование общей и местной терапии. То есть наши продукты, конечно, совместимы, особенно очень хорошо работают с использованием фирменных масел, с использованием диффузоров, с использованием всевозможных массажеров, если они у вас есть. Все это очень хорошо. То есть с аромотерапией. Это с аромотерапией, с которой мы все учимы. Это очень большой блок, это очень помогающий блок. И, конечно, если вы будете знать, уметь и использовать данный именно блок аромотерапии, еще больше будет. Почему? Опять же, почему? Почему эфирные масла так помогают? Потому что форма эфирного масла известна организма. И самое главное, если даже человек пьет лекарство, вы ему рекомендуете масло, лимон, апельсин, вот он пьет масло, лимон, апельсин, а дальше он пьет таблеточку, потом ему там врач назначен, вся таблеточка в него попадет, потому что в это время откроются ворота для эфирного масла. Видите, какая сказка, я вам какую-то скажу. Пойдемте дальше. Ну, это задачи, я думаю, мы оставим на завтра, потому что... Сколько сейчас? Вы не устали? Нет. Не устали? Нет. Ну, а теперь тогда по одному выходите сюда. Сколько тут задач, как раз на вас всех хватит. Первый пошел к доске, пожалуйста, выходите. Интересно. Не будьтесь, не будьтесь, выходите. Выходите. Молодец. Читаем, читай, пожалуйста. Женщина 22 года, послужение, курит из чистого панкреатита, дуэдени. Это за ее слов. Функциональное нарушение работы толстого кишечника, половое воздержание. Организм размножения воздушные и повышенные. Получается, если курение, то у нее, ну, не знаю, легкое, она идет оптимально, но в принципе она прыгающая. То есть, нет, легкое повышенное, это она показывает код. Здесь вот смотрите, задание назначили. Чтобы вы назначили, мы сейчас уже просто приблизительно приблизились к этому вопросу. Давайте все вместе думать, потому что дело в том, что просто сейчас вот у нас есть время, посмотрите и вспомните, о чем мы говорили. Это целый блок, это блок очень сложный. Но, чтобы вы назначили женщине, курит, у нее полицейская панкреатит, дуэдени, это сужение, нарушение работы толстого кишечника. Что я вам вначале говорила? Женщины, понимаете? Все. И вы назначение делаете ей. И помимо, естественно, что, то есть, понимаете, не теряйтесь, вы не читали возбуждение, вы зациклились возбуждение поверь. Читайте дальше. Понятно? Пойдемте дальше. Спасибо. Вот здесь что наградите? Падающий тратик, значит, не хватает энергии горбок. Надо разговаривать с человеком, что же такое произошло. Вы видите, у него нет нигде энергии, она упала. Я вам просто прикасаюсь к этим, вот это клиенты, настоящие клиенты. 55 лет. Вегето-сосудистом дистонии, быстро падающая энергия, каракен для кожного и больнической реакции. Помните, говорили, холодные руки? Вот и написано, грели на батарее. То есть я вам показываю приблизительно, какие могут быть графики. А вообще это задачи, мы просто не будем на значение, вам просто показываю, что возможно. Передет, гипертоническая болезнь, нарушение мозгового кровообращения, хронический отец, полицидно-панкреатин, остеохондроз, ну пусть все будет. Но графики, посмотрите, графики не такие плохие. И когда вы собираете анамнез, то есть вот эту анкету, историю болезни этого товарища, человека, обязательно смотрите, все, потом, когда вот это увидели, прикинули сюда, смотрели на человека, сразу не позвоните ничего, делайте выводочки. Опять же, с чего начать? Желудочное дешевое, сердце-сосудное. Понимаете? А то вы стали, у-у-у, у тебя височная доля высокая, там еще что-то. Ой, да ты что, как я слышала одно определение. Ну все, все, у тебя, Керс, да я говорю, что это? У меня позвоночник приступит, там. Ну, дело не в этом. Дело в том, что, понимаете, это смешно. Да, не пугайте человека, улыбайтесь. Всегда, всегда все хорошо. Все можно исправить. Абсолютно. Все зависит, я говорю, от правильного подхода к керку. Так, мужчина, старше 50 лет. Вот скажите, пожалуйста, я вам мельком сказала, вот как увидеть, что у него аденома? Я вам сказала, аденома или простатин, как увидеть? Что вы выбрали? Ну, вы просто... Ну, кто-нибудь один, скажите мне. У него проблемы с кишечником. И на фоне, по-моему, может быть... Точнее, первое, это мочиточник. Майкичка и мочеточник. Помните, я вам сказала, на что у мужчин нужно обращать внимание? Ну, конечно, вы, естественно, все отливаете головой и слушаете. Мочевой пузырь высокий раз, прямая, прыжка высокая два. Вот вам вилка. Первое, что вы говорите об этом. И органы размножения, нижняя часть живота повышена. Но здесь, зная это, опять же, задавайте корректные вопросы. А не так, у тебя там кто-то, тот, нет. Обязательно подвести человека к этому, он вам сам скажет. А вы принимаете что-нибудь? Сама или там, или еще что-то. Человек скажет, да, я принимаю. Все, вопрос закрыт. Потому что это вопрос интимного характера. И всегда знаете, где что спросить. Где-то можно спросить открыто, где-то нет. Посмотрите на человека. Посмотрите, какое он веселый, грустный. Пособенно понимаете. Поэтому очень-очень такие вопросы надо уметь задавать. Еще раз повторяю. Пойти. Как мы можем увидеть, что это такое? Бронхиальная астма. Но бронхиальная астма из слов человека. Значит, смотрите. Как мы можем увидеть, видите, легкое высоко. И вот такие волнистые линии. Вот это говорит об этом. То есть, обратите внимание. Видите? То есть график неровный в легком. Девочки, я вам показываю, что вы можете, какие картинки видеть. После 30-ти. Что скажем? Ну-ка скажите, что у этой девочки после 30-ти лет? Пищевод. 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 Пищевод это она соскочила с электродом. Дальше. Это с электрода рука отошла и пошла прямая линия. Ну, смотрите, сначала, опять же, какой мозг нормальный, правильно? Что вы можете спросить еще? Вот я лично уже задала вопрос. Что вы видите? Низкий лоб, высокий гипотез. О чем вы говорите? Низкий лоб, высокий гипотез. То есть у девочки проблема с эндокринной системой. То есть у нее гормональный тон наручный. И так далее. Я почему это вам все показываю? Чтобы вы понимали, что продукт надо знать, что на сегодняшний день вот эти задачи для вас это нужно. Пока это будет следующее обучение еще. Это когда вы поработаете. Когда у вас появятся уже вопросы, седьмонные такие. Тогда уже будем решать свои задачи. обучение. Но помните одно, что знание, во-первых, очень повышается, понижается, да? Как в аллергии набрать? Как может быть? Аллергия мы видим. Это вот такие задумки. Милкинчинские. 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 Милкинские. Милкинские. Вот. Повышены. Поэтому. На сегодняшний день. Первое. Правильно. Увелено проводиться за обучение. Чтобы никаких сомнений не было. Даже что-то не знаете. Все четко. Хватите руку. Улыбайтесь. Разговаривайте. Но уверенно. Оценивайте измерения энергии в каждом меридиане отдельно. В сочетании с другими связанными с ними меридианами. Но здесь мы пока говорим о системах наших. Оцениваем по системам. Система ЖПТ. Система ЖПТ. Система ЖПТ. Понятно. Составлять этап из назначения. Это мы уже тоже про говорили. То есть мы. Поэтап на назначение. Но не сразу. Головной мозг там. Мы не можем так восстановить. Правильно. Мы сначала. И первое. Что мы с чего начинали. Желудочные. Пишечные. Так. Я уже 25 раз сказала. Вы запомнили. Используйте местную терапию. Так. Это биферное масло. О которых мы тоже говорили. Что сочетание. Обязательно. Добавление крема. Ванны. И еще что-то. Вы обязательно это должны. Рекомендуйте. Пакторные измерения. И всегда. Вот смотрите. Всегда старайтесь найти положительные измерения. Только положительные. Дальше. Даже в детстве сказать. Вот знаете. У вас замечательно. Все. Только немножечко здесь. Вот. Давайте подправим здесь. Понимаете. А то. Только не говорите. Что все было. Хорошо. Вот. Вот. Ну все. Наверное. Вот на сегодня все. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Я хочу вам раздать вопросы. Которые вы должны подготовить. Завтра мы посмотрим. Это экзамен. Вопросы. Какие вопросы. какие episode.